Всем привет! С вами агентство хороших новостей и метания Кристины Агилеры. На фоне шума вокруг жизни ее закадычной конкурентки Бритни Спирс, Крис изо всех сил пытается перетянуть одеяло славы на себя. И для этого пошла на поводу неоднозначных трендов. Кристина Агилера поняла, что сейчас в тренде латиноамериканская культура. И недавно выпустила новый клип на испаноязычный трек «Санта». В нем Дива и правда больше похожа на латиноамериканскую рэпершу, чем на саму себя. С другой стороны, Агилера уже выпускала свои англоязычные хиты на испанском еще 22 года назад. Вот, например, клип на ее «Хенио Атропада» ну или «Дженни ин зе боттл». Чтобы укрепить эффект от нового клипа, теперь Крис выпустила и испаноязычный альбом «Ля Фуэрца», который она написала в «Майами наспех» всего за месяц. Это всего лишь первая часть из трех альбомов, которые я планирую выпустить в течение этого года. «Санта», новый альбом, еще два впереди. Неплохой камбэк спустя четырехлетнюю паузу. Но перевоплощение в Донну Розу, по словам певицы, связан с зобом крови, а не трендов. Я выросла в испаноговорящей семье, папа был из Эквадора, а моя мама была его переводчицей с испанского. Что ж, теперь черед Бритни Спирс выпускать испаноязычный клип, ну или фильм. В российском шоу-бизнесе тоже не без остринки. По сообщению издания People Talk, рэпер Мод покидает лейбл «Блэйк Стар» спустя 9 лет работы в нем. А его новым продюсером станет супруга Мария Мельникова. Интересно, какая судьба ждет песни и имя рэпера. Тем временем в Нидерландах непонятна судьба музеев и театров. По решению властей они закрыты, в то время как салоны красоты открыты для всех желающих. Но арт-кораторы нашли креативный выход из этой ситуации. Директора музеев превратили храмы искусств на день в парикмахерские спортзалы и салоны красоты. Вот так культурный сектор протестует против ковидных ограничений. При этом основные меры предосторожности против инфекции все равно соблюдаются. Пока посетители сидят в кресле мастера, мы рассказываем им про Ван Гога и его автопортреты, которые висят по периметру. Вдруг кто-то из гостей вдохновится бородкой Ван Гога и захочет себе такую же. Вот, например, посетители музея Франца Халса качали пресс среди полотен голландских мастеров. А вот в концертном зале концерт Гебао под симфонией Чарльза Айвза им стригли кудряшки. Да, такие ситуации лишний раз напоминают, что из любой ситуации можно найти выход, подключив фантазию. На этом выпуск агентства хороших новостей подошел к концу. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!